Климатические исследования, изучение культуры народов и выживание в крайне сложных условиях Севера. Профессиональному празднику полярников в музее путешественников посвятили сразу несколько стендов. На них фотографии из заснеженных уголков нашей страны, предметы народного творчества местных жителей и другие интересные детали из жизни работников Крайнего Севера. Наши земляки сыграли очень серьезную роль в освоении северных территорий России, даже Антарктиды. Один из первых и главных полярников у нас, конечно, Михаил Александрович Рокачев, основатель полярной гидрометеорологии и штурман, известный штурман полярный, который придумал систему, как правильно ориентироваться самолетом в бескрайних просторах Северного Девятого океана, Валентин Иванович Акуратов. По словам полярников, их профессия – это состояние души. На Крайнем Севере работа имеет свои сложности и свое очарование. Вспоминает Людмила Зыбцева, которая 20 лет проработала в глубоком Заполярье на Шмиттовской гидрометеорологической обсерватории. Прежде всего мы там жили. Прежде всего, я говорю, что Шмиттовская обсерватория – это был форпост советской науки восточного сектора Арктики. И прежде всего мы там жили и работали. Экспедиция – это, ну, надо было продолжить, да не то, что не надо, мы хотели продолжить традиции наших предыдущих поколений, предыдущих полярников. На выставке представлены и кадры крупного северного населенного пункта Якутии. Полярник Сергей Матвеев родился в Тикси и прожил там более 30 лет. Сейчас уже лет 12-15 север очень сильно восстанавливается. Даже удивительная вещь, самое первое, что стали восстанавливать в Тикси – это построили культурный спортивный центр. И только потом тепло, электричество и так далее. То есть с чего начали? С культуры. И сейчас будет строиться и этот порт, нас же будет реконструироваться, также будет рядом в 100 километрах еще один порт, так называемый порт Найба. День полярника справляют во все города, где живут представители этой профессии. По традиции к торжеству приурочены международные конференции и выставки, знакомящие с открытиями и личностями, которые внесли существенный вклад в освоение полюсов планеты. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».